Подготовка аспирантов сдачи кандидатских минимумов по английскому языку, по философии, по специальности мировой экономики. И, соответственно, подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Профиль или специальность по документам ВАГ 080014. Ну и также подготовка педагогических кадров и научно-исследовательских кадров высшей квалификации. По окончанию трехгодичного или четырехгодичного обучения в аспирантуре, в зависимости от выбранной формы, очная или заочная, выдается диплом государственного образца с присвоением квалификации преподавателя-исследователя. Учебный процесс построен следующим образом. Аспиранты учатся в течение первого-второго года обучения. По программе, которая предполагает, по сути, подготовку к сдаче кандидатского минимума по философии и иностранному языку, значит, это такие дисциплины, как история, философия, науки и иностранный язык. По лиме этого на первом году обучения изучается современная экономическая теория и даются специальные дисциплины, педагогика высшей школы и методология научных исследований. Что касается второго года обучения, то здесь продолжают аспиранты изучать иностранный язык, а также проходят профильные дисциплины кафедры МАЛ по сдаче кандидатского минимума по философии. По специальности «Мировая экономика». Получается, набор дисциплин и логика устроены следующим образом. Философия науки, история науки и английский – это два кандидатских минимума. Эконом-теория и курсы по специальности – это кандидатский минимум по мировой экономике. И поскольку речь идет о третьей ступени образования, по сути, подготовке специалистов для дальнейшей работы в ВУЗе, в научно-исследовательских организациях и так далее, то педагогика высшей школы и методология современных научных исследований в эти две дисциплины дополняют. Помимо дисциплин, которые предусмотрены учебным планом, аспиранты изучают у нас, не изучают, а проходят два вида практик. Это педагогическая практика. При наличии высокого уровня знаний и достаточной степени владения русским языком, по сути, занимаются преподаванием. И второй вид практики – это научно-исследовательская практика, которая предполагает разработку, публикацию научных статей. Участие в конференциях, публикации статей ВАГ и так далее. Значит, третий год обучения, он у нас необходим для тех, кто... Для всех он необходим, третий год обучения в очной аспирантуре. Он, по сути, предполагает необходимость предзащиты кандидатской диссертации с получением рекомендации кафедры для защиты ее в диссертационном совете. Значит, в РУДИАН уже более 15 лет действует диссертационный совет по специальности 080014, который практически никогда не прекращал свою работу и имеет опыт успешных защит кандидатских и докторских диссертаций. Совет является докторским. Значит, соответственно, член диссовета состоятельных докторов экономических наук. Что касается карьерных перспектив, ну да, еще как бы следует отметить, что и на очной, и на заочной форме обучение, посещение занятий на первом-втором году обучения является обязательным для лиц, которые не могут посещать в силу обстоятельств по работе, семейных обстоятельств и так далее. Возможность, значит, гибкого посещения, она предусматривается. Задача аспиранта – сдать соответствующие дисциплины и практики. Что касается области применения знаний и направлений научных исследований, то они достаточно широкие, определяются паспортом ВАГ, специальность 080014, мировая экономика, ну и если воспринимать это более простым языком, то по всем формам международных экономических отношений, международная правовая товарами и услугами, международная передача технологий, международная трудовая миграция, международное движение капитала, на всех уровнях анализа страны, группы стран, регионы, мир, транснациональные корпорации, международные экономические организации, международные экономические интеграции, рынки соответствующие, мировые, по ним возможно проведение научных исследований. Спектр очень широкий, практически все желающие применить соответствующие знания и навыки, полученные в аспирантуре, к своей последующей работе или к тому, на чем специализируется в настоящее время аспирант, они имеют такую возможность. И набор тем очень широкий, диверсифицированный, поэтому достаточно удобно, можно так сказать, выбирать направление мировая экономика, поскольку практически весь круг интересов в области экономических наук, он может быть удовлетворен, весь круг интересов любого соискателя. Значит, что касается областей применения знаний, то, соответственно, основная направленность, подготовка педагогических научно-исследовательских кадров для вузов и НИИ и во многих организациях, в госорганах власти, на уровне национальном, на уровне органов власти интеграции экономических, а также в компаниях, имеющих элементы внешнеэкономической деятельности, применимо знания, полученные в аспирантуре. Применимо знания, полученные в аспирантуре. Значит, что касается обучения и поступления в аспирантуру, поступления самого в аспирантуру, стоимости обучения, наличия бюджетных мест, каналов поступления, а также самого процесса обучения, то просьба задавать вопросы. Вопросов у нас нет сегодня. Вообще, да? Нет, есть. А что с трудоустройством? Ведь многие работают, обучаясь в аспирантуре. А трудоустройством аспирантура, естественно, не занимается, поскольку это у нас ступень образования для получения степени кандидата экономических наук. трудоустройства, никаким образом аспирантура с ним не связана. Мы даем возможность прохождения педагогической практики и в случае ее успешного прохождения дальнейшего трудоустройства в вузах. Но многие аспиранты, отвечая на вопрос, я хочу сказать, что многие аспиранты успешно совмещают работу, причем полную, да, полную занятость с обучением в аспирантуре. Одно другому не мешает. Зависит просто от самоорганизации аспиранта. Помогаете ли с трудоустройством практика в международных компаниях есть? Практика в международных компаниях планом аспирантуры не предусмотрена. Эта практика проводится во время обучения в бакалавриате и в магистратуре, поскольку, еще раз повторюсь, что целевой установкой третьей ступени обучения, обучения в аспирантуре, является у нас защита кандидатской диссертации. Защита кандидатской диссертации. Сколько языков можно изучать? Сколько? Ну, могут они много языков изучать, но по основной программе один язык английский. Да, значит, по основной программе для аспирантов основным языком является английский язык, но ВУЗ дает возможность изучать такие языки, как французский, испанский, арабский, китайский языки. Вот как основные, и немецкий, насколько мне известно, 5 языков. Много ли иностранцев учатся в аспирантуре? Ну, 60 на 40. Да, достаточно большое количество иностранных аспирантов обучается из разных стран мира, Эквадор, Сирия, Перу, Китай, много там, Ливан и другие. Код ДВА из разных. Я бы сказала, что таким образом, без учета стран СНГ, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Украины, но процентов 30, наверное, составляют иностранные аспиранты из стран дальнего зарубежья. Как распределяются бюджетные места по конкурсу? Бюджетные места распределяются по конкурсу. При поступлении в аспирантуру сдается один экзамен, экзамен по специальности. Если говорить о профиле мировая экономика, то экзамен по специальности, программа его вывешена на сайте РУДН, предполагается освоение 30 вопросов по блоку экономическая теория и 11 вопросов по блоку мировая экономика и международные экономические отношения. Делите три вопроса, два по мировой экономике, значит, два из 11, и один по экономической теории. И по совокупности баллов комиссия проверяет в письменном виде написанные работы, и по конкурсу, кто больше баллов набрал, тот, соответственно, претендует на бюджетные места. Помогает ли кафедра с выбором темы работы? Однозначно помогает кафедра с выбором темы работы. Даже если у аспиранта есть просто представление о том, чем бы ему хотелось заниматься, соответственно, и научные руководители заседания кафедры, весь состав кафедральный, в выборе темы научного исследования помогает. Она может быть связана часто, допустим, с предыдущими исследованиями аспиранта, магистратуре или специалитете, проведенными, или может быть связана с текущей работой, или с тем направлением, на котором человек хочет специализироваться. Тема у нас сначала разрабатывается вместе с научным руководителем, определяется приблизительное содержание, идея работы, а потом утверждается на заседании кафедры и на заседании ученого совета экономического факультета РУДМ. Мы знакомые темы работы два раза меняли. Такое РУДМ не практикуется, надеюсь. Смена темы работы, как правило, ни коим образом не связана ни с научным руководителем, ни с кафедрой. Бывает так, что аспирант выбирает тему, с которой он просто не может справиться. Поэтому по желанию аспиранта изменение темы возможно. Такие случаи были. В частности, по собственному опыту я могу привести пример, что изначально я собиралась заниматься антикризисным управлением в странах Центральной и Восточной Европы. Я увидев, что материала мне набрать необходимого в достаточном количестве для написания кандидатской диссертации, по сути, невозможно набрать такой материал, качественный и статистический, то тема лично мной была в аспирантуре изменена. Такие случаи очень редки и всегда связаны с желанием и с волей самого аспиранта. У нас активная Маргарита. Да. Больше вопросов нет. Спасибо. Вам спасибо. Да, пожалуйста, за более подробными ответами на интересующие вопросы всегда можно обратиться в аудиторию 319 или 114-116. Это кафедра МЭО главного корпуса РУДН. Ну все, больше у нас нет активных абитуриентов. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что вам сказать. Я не знаю.